всем привет в этом видео я хочу сделать обзор на свой нож который я постоянно ношу с собой везде будь то поход в лес или выезд в город по делам владею я этим ножом уже год и с уверенностью могу сказать что он мне очень подходит это очень практичный и надежный хороший нож французское производство относительно недорогой простой и красивый особенно мне нравится внешний вид этого ножа как форма клинка так и форма рукояти нож имеет замок который фиксирует его от произвольного закрывания в разложенном виде так же и от открывания в собранном виде замочек называется верлблок был придуман запатентированным производителем в 1955 году то есть технология очень старая на некоторых ножах с этим замком есть проблемы он плохо фиксирует клинок ну клинок может болтаться на моем ноже с ним проблема что этот замок туго проворачивается то есть чтобы его провернуть нужно приложить усилие а если допустим уставшие или там руки жирные то это сделать еще сложнее это можно исправить путем деформации кольца то есть взять его разжать какими-то плоскогулцами чтобы оно более свободно проворачивалось но у меня никак не доходят к этому руки и в принципе я уже забываю об этой проблеме это модель номер восемь она одна из самых популярных если не самая популярная очень удобно лежит в руке занимает мало места и при этом имеет приличную длину клинка длина клинка 85 миллиметров общая длина в разложенном виде 190 миллиметров толщина клинка 1,5 миллиметра общая масса 46 грамм клинок имеет форму ятагана вот такая форма отлично подходит для любой ситуации будь то резко продуктов на пикнике до разделки дичи на охоте тут есть выемка для ногтя чтобы проще было раскрывать логотип OpenL и надписи NOX это нержавеющая сталь сталь клинка Sandvik 12C27 шведского производства качество стали отличное твердость находится в пределах 57-58 единиц по шкале Роквелла рез в этого ножа просто классный благодаря тому что клинок от обуха сведен в ноль режет он очень агрессивно и особенно это удобно при каких-то тонких работах типа снятие шкуры с трофеев на охоте либо разделка по суставам для грубой работы нож не особо пригоден из-за тонкого лезвия но если очень нужно то в принципе можно что-то придумать также хочу сказать немного о рукояти в этом ноже это дерево бук с завода оно уже пропитано какой-то пропиткой маслом в продаже есть уже ну есть и другие породы дерева дуб ясень береза есть даже рукоятки из пластика для тех кому дерево не по душе лично мне дерево всегда лучше пластика ну кому как форма рукояти удобная и визуально очень гармонирует с ножом в этом модели присутствует темлячное отверстие вот то есть оно уже было изначально когда нож покупался тут кусочек кожи продет в это отверстие в тех моделях где темлячного отверстия нет в принципе можно сделать и самому насчет пропитки хочу сказать еще я думаю это пропитка леным маслом потому что остается так явно выражена структура дерева что случается после пропитки леным маслом можно еще проваривать в каких то специальных растворах но в принципе мне хватает и этого что что еще хочу сказать насчет того что нож в общем неплохой я рад что купил его он прекрасно подойдет как в качестве подарка для кого угодно даже для тех кто не интересуется ножами стоимость ножа находится в районе 10-12 евро в принципе это не сильно дорого то есть каждый может себе позволить и для подарка нормально позже будет видео о том как я затачиваю этот нож тоже свожу в ноль заточку но это все будет позже на канале на этом у меня все подписывайтесь на канал кому было полезно видео ставьте лайк комментируйте буду рад ответить на любые комментарии всем пока